Сегодня я разговаривала со своим мужем, он скорбит вместе с нами. Первый раз с начала специальной военной операции я его попросила отомстить. Пока мобилизованные россияне воюют и погибают в Украине, государство пытается поддерживать их семьи. Жена генерала-лейтенанта Андрея Колотовкина пришла на траурный митинг в шубке и утешила вдов обещаниями мести. А Андрей Малахов пиарит патриотический фотопроект «Жена героя». Надела китель в первый и последний раз в память о своем муже и после похоронила его в этом кителе. Главная организация по помощи семьям погибших – Общероссийский народный фронт. Чтобы получить поддержку, нужно позвонить на их горячую линию. Некоторые звонки попадают в прямые трансляции. Их фронт проводят в партнерстве с Первым каналом. 19 октября прошлого года забрали моего мужа по мобилизации. 8 ноября я подала ходатайство на возврат по закону. Трое детей до 16 лет. То есть с 1 декабря он находится в части и домой его не отпускают. По какой причине? Что вам говорят? Что ему говорят? Ничего вообще не говорят. Никто не объясняет. При этом системной помощи семьям солдат в Кремле до сих пор не придумали. 13 января Владимир Путин поручил кабинету министров открыть центр реабилитации и создать систему адресного сопровождения семей военных. Но узнать, как и на какие средства государство поможет ветеранам войны, не получится. Никаких документов на эту тему в публичном доступе нет. Пока в федеральном центре идет подготовка, региональные власти пытаются поддерживать семьи погибших. Как умеют. В этих попытках проявляется неравенство российских субъектов. Так власти Подмосковья подарили семье погибшего на войне Александра Потапова ключи от 4-комнатной квартиры в строящемся доме. У нас такая приятная миссия. Новоселье к вам приедем. Чуть позже. Если пригласите. Конечно. А шестилетнему костромичу Савелию Тракаю, его отец тоже погиб в Украине, повезло меньше. На Новый год мальчик получил китайские смарт-часы. Силовики не постеснялись использовать подарок для пиара. Ты видишь, мечты сбываются. Не ожидали на самом деле. Это для нас большой сюрприз в первую очередь. Для Савелия. Спасибо, мы очень рады. Тем временем в Пензе реабилитацию поручили кошкам. После сеанса общения с животными к вдовам обратился священник. Клирик пензенской епархии, священник Александр Черных отслужил молебен с чтением Акафиста «Слава Богу за все» и совершил таинство исповеди для желающих. Отец Александр побеседовал с родными военнослужащих на духовные темы, в том числе о православной вере. Они вот, то есть, людей, которые пострадали от этого всего, их так ввели в заблуждение, их так обманывают, и они причем верят. Я ей говорю, вот кто верит вот этому вот, вот этой помощи, кошкотерапевт. Что ты? У меня дома два кота, что-то они меня никак не спасают. А лекарства на три тысячи мне помогают. Сейчас помощь семьям убитых и раненых военных – это гробовые выплаты и подарки от пиарящихся чиновников. Считаю, это не помощь, это просто издевательство над матерями, над женами. Я за 10 месяцев ни от кого помощи никакой не увидела. Ни от нашего губернатора, ни от нашей администрации. Вообще ни от кого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова